В эфире итоговый выпуск новостей с главными событиями пятницы 2 марта в студии для вас работает Станислав Листопад и в этом выпуске вы увидите. Об этом не только далее. Подробнее. Освободили в Украину, вернулись похищенные в прошлом году российскими спецслужбами украинские пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак. Их обменяли на двух военнослужащих погранслужбы ФСБ. Переговоры об освобождении украинцев проходили на уровне президентов Украины и России. Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак провели в российской тюрьме пять месяцев. После обмена их доставили в Киевский госпиталь для медицинского наблюдения. Подробности возвращения знает Юлия Башко. Освобождение украинских пограничников проходит в районе пункта пропуска Гопта в Кахарьковской области на границе. По требованию российской стороны журналистам запретили снимать видеообмена. Разрешили смотреть лишь через камеры видеонаблюдения. Пограничники Богдан Марцонь и Игорь Дзюбак провели в российской тюрьме пять месяцев. По словам украинцев, их не избивали, но обращались как с преступниками. Относились как к преступникам, воспринимали как пленных. Вчера процедура обмена проходила, как и все другие обмены. Украинцы пропали в Сумской области на границе с Россией в октябре прошлого года. Позже в Российской Федерации сообщили об их задержании по статье «Незаконное пересечение границы». Освобождению предшествовали долгие и сложные переговоры. Агрессор не идет на простой обмен. Были сложные переговоры. И лишь после вмешательства президента Украины этот вопрос был решен. До этого момента никто ничего не хотел делать. Переговоры об обмене пограничников на двух российских военнослужащих ФСБ, задержанных в июле 2017 года, велись на уровне президентов двух стран. Я поздравил их с возвращением домой и сказал, что так мы будем бороться за каждого украинца, который находится в заложниках у страны-агрессора. Мы должны продемонстрировать, как изменилась страна. Судьба еще четырех украинских пограничников остается неизвестной. Всего же в российских тюрьмах и на оккупированных территориях незаконно удерживаются более 60 украинцев. Идет постоянная работа и переговоры с российскими коллегами в части соблюдения их прав, в части того, что нужно обеспечить. И мы бы просили, очень хотели, чтобы нам обеспечили доступ и встречу с людьми, которые находятся под стражей. Но пока не удалось добиться прогресса в переговорах. На сегодня Украина заявляет о готовности обменять 20 задержанных россиян на украинских политзаключенных. Эти россияне идентифицированы. Они были задержаны в зоне конфликта. В Украине они осуждены на большие сроки. Украинская сторона готова передать их за освобождение украинцев. Из пункта пропуска пограничников привезли в Киевский госпиталь, где они встретились со своими семьями. Это были очень тяжелые дни и тяжелые месяцы. В госпитале пограничники будут находиться под медицинским наблюдением еще несколько дней. Юлия Башко, UITV. Переговоры по обмену заложниками ведутся с первых месяцев войны на Донбассе. На разных уровнях задействованы общественные организации, высокопоставленные лица и непосредственно сами военные. С 2016 года трехсторонняя контактная группа обсуждает вариант всех на всех. Как проходили самые масштабные обмены – далее в сюжете. Август 2014. Первый официальный обмен заложниками между Украиной и боевиками Ордло состоялся в освобожденном Славянске. В обмен на трех офицеров СБУ украинская сторона выдала трех сепаратистов. Затем в Белгороде в течение нескольких дней стороны обменялись военнослужащими. Украина вернула 17 своих солдат. Для переговоров с боевиками в Украине был создан Гуманитарный центр освобождения заложников. Одна из самых успешных его операций 26 декабря 2014 года на блокпосту в Ясиноватой. Боевики освободили 146 человек. Еще четверых на следующий день – 27 декабря. В свою очередь Украина передала на оккупированные территории 222 человека. Это самый крупный обмен заложниками после подписания минских договоренностей. 21 февраля 2015 возле Бахмутской трассы в Луганской области на подконтрольную Украине территорию вернулись 139 граждан. Киев взамен выдал 52 пособника террористов. Участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины третий год договариваются провести обмен по формуле «всех на всех». Составление списков до сих пор не завершили. В 2015-м процесс обмена замедлился. Стороны передавали по несколько человек. В 2016-м году Украина передала российских военных Ерофеева и Александрова. Их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко. Затем боевики освободили украинского добровольца Владимира Жемчугова и киборга Тараса Колодея. К последнему масштабному обмену стороны готовились около полугода. 27 декабря 2017-го боевики передали 74 украинца. На территорию Ордло отпустили 306 сторонников террористов. По данным представителя Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирины Герасченко, оккупанты в настоящий момент удерживают более 160 наших сограждан. В Украине в полной мере соблюдают права человека в отношении граждан России, содержащихся в СИЗО и тюрьмах. Киев готов организовать визит российскому омбудсмену для соответствующей проверки и ожидает разрешения посетить украинцев, удерживаемых в России украинскому уполномоченному по правам человека. Об этом в эксклюзивном интервью UATV рассказал Богдан Криклевенко, руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Мы имеем полный список граждан Российской Федерации, которые содержатся на территории Украины. Мы предлагали не один раз и будем продолжать предлагать российским коллегам приехать для того, чтобы проконтролировать соблюдение их прав на территории Украины. Мы в любое время дня и ночи готовы выехать и по взаимной договоренности мы готовы обеспечить такую же возможность коллегам из России. Полную версию интервью с Богданом Криклевенко, руководителем секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, смотрите в программе «Лицом к лицу» на UATV сразу же после выпуска новостей. До 4 мая продлили арест незаконно удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу. Решение вынес в суд Краснодара. Заседание прошло в закрытом режиме. Мать Павла и украинских консулов на него не допустили, сообщил UATV его отец Игорь Гриб. Он рассказал, состояние здоровья юноши ухудшается. Телеканал UATV продолжает рассказывать об освобожденных украинцах. Николай Герасименко, кадровый офицер, пошел на фронт раньше, чем его призвали. Без единой царапины вышел из Уловайского котла. Но после ротации попал на Дебальцевский плацдарм, пробыл в плену пособников террористов практически 3 года. После реабилитации в военном госпитале он согласился рассказать свою историю нашему корреспонденту Андрею Яковину. Эти кадры сняты в январе 2018 года в Киевском военном госпитале. Николай Герасименко после трех лет пребывания в заложниках у боевиков проходит лечение. Не, 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 нормально все. Съемочная группа нашего телеканала договорилась о интервью с Николаем. Возле проходной госпиталя встречаемся с ним и его женой Натальей. С момента его освобождения они не расстаются. Николай держит жену за руку и вспоминает своих побратимов. Соглашаюсь на интервью, чтобы поскорее освобождали наших ребят. Уроженец Кривого Рога Николай Герасименко до войны работал офицером в пенитенциарной системе. В 2014-м до получения повестки отнес свой военный билет комиссару. Не хотел, чтобы они пришли к моей семье, к детям, и я ничего не мог сделать. Вот и решил, что лучше пойду туда и остановлю это в зародыше. Николая направили в 40-й батальон территориальной обороны Кривбас. Место дислокации неподалеку от поселка Старобешево Донецкой области. Защитник Украины вспоминает события, предшествующие ловайскому котлу. Главная задача на тот момент – вывоз раненых бойцов из-под обстрелов. Помню 24 августа, когда я вывез... Помню 24 августа, когда я вывез с 300-х в район Розовки, в военно-полевой госпиталь. И возвращался в подразделение в Старобешево. Встречаю местных. Две бабушки сидели под магазином и говорят, «Мальчики, не бросайте нас! Не бросайте нас! Чего вас бросать, говорю? Вы же видите, что мы ездим туда-сюда? Вы первые, кто едет обратно. Все в основном выезжают», – ответили они. Николай был в числе тех бойцов, кто покинул район Иловайска и не попал под смертельный обстрел со стороны российских регулярных войск. Всех вышедших отправили на ротацию. Но уже через месяц доукомплектованный батальон «Кривбас» в составе 17-й танковой бригады снова вошел в зону боевых действий. На этот раз в Дебальцево. Это был февраль 2015-го. Потрапил в полон я, конечно, уже в районе Дебальцево. На другом заезде нашему уже, после ротации. Попал в плен я в районе Дебальцево. На втором нашем заезде уже после ротации 9 февраля 2015-го года. Мы направлялись в сторону Артемовска. Попали в засаду на трассе. Когда положили меня на асфальт и подошел человек со стволом, я увидел черно-оранжевые ленточки боковым зрением. И тогда я уже понял, что это плен. Кроме Николая в плен к так называемым донским казакам попали еще несколько десятков украинских бойцов. Подвальное помещение, поддон и все. Это как душевая комната. Кафель кругом, окон не было. Было много допросов. Были и сепаратисты, были и русские. Было по-всякому. По-всякому допрашивали. Не хочу я на этом обострять внимание. Шрамы остались. В таких условиях Николай провел полтора года. Потом из плена так называемых казаков попал к боевикам. Когда услышали, что подошли к нашей двери и спрашивали по рации, в расход их или выводить. Им сказали, выводите их. Тогда немножко отлегло. Военная полиция так называемой ДНР поставила нас лицом к стене и объявила. Поздравляем вас. Вы попали из плена в плен. Постоянное психологическое давление, унижение, угрозы. Украинские узники с нетерпением ждали освобождения. Николай говорит, 27 декабря – это еще один день его рождения. Я когда ехал 27 декабря на обмен, одному охраннику сказал в глаза через решетку. Тот флаг, что вы у меня забрали, надеюсь, что мы скоро вернемся, и он будет развиваться над этой колонией. Он мне так помахал. Николай рассказывает, волонтеры в госпитале не дают соскучиться. То в органный зал пригласят, то в оперу. Говорит, раньше в таких местах никогда не бывал. Телеканал UATV решил познакомить Николая с актером, исполнителем роли комбата с церкви в фильме «Киборги» Вячеславом Довженко. Николай показывает Вячеславу справку, которую ему выдали в колонии после освобождения. Они же написали постановление о взятии меня под стражу. А когда я на обмен ехал, там же не написали, на основании чего меня освобождают. Я добился того, что они другой ручкой это дописали. Говорю, мы же будем судиться с вами. Вот так примерно, сынок. На это надо смотреть. Вячеслав приглашает Николая и его супругу на экскурсии по театру на Подоле. Зрительский зал, сцена, балкон. Святая святых каждого театра. Гримёрная. Вот так выглядит, да? И потом ты себе раскрываешь. Да. Вот так выглядит, потом ты раскрываешь. И этот свет сделан таким образом, что когда гримируешься, так же выглядит твое лицо и на сцене. Эта жамвыше зона отдыха актеров. Из окна открывается вид на Андрейский спуск. Архитектор правильно сделал. Ты, когда дивишься на фасад театра, там же такие у нас величезные скляни двери. Архитектор правильно сделал. Когда смотришь на фасад театра, у нас там огромные стеклянные двери. Когда смотришь, то под разным углом видишь Андреевский спуск. Очень интересно. И кирпич, которым обложен театр, это первичный кирпич, который принадлежит Андреевскому спуску. Мы счастливы. Это классно. Спасибо. Спасибо за знакомство. Чудобная человек, чудовый актер. Очень приятно. Надеюсь. З встретимся, поговорим. Пролив нормально. Это петличка. Профессию зацеплюсь всегда называется. Андрей Яковин, Александр Бугай и Руслан Белозеров. ЮАй ТВ. Один украинский военный погиб на Донбассе. Еще двое получили ранения. Об этом сообщает штаб АТО. Боевики шесть раз нарушили перемирие на протяжении дня. У Троицкого на Луганском управлении вели огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Украинские опорные пункты в пригороде Авдеевки обстреляли из минометов и гранатометов. Госдепартамент США одобрил продажу джевелинов для Украины. Первая партия составит 210 противотанковых ракет и 7 пусковых установок для них. Что представляют из себя джевелины и насколько они усилят обороноспособность Украины, расскажет Александр Панченко. Эта предполагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, повышая безопасность Украины. Система «Джевелин» поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в целях национальной обороны. Такое сообщение появилось на сайте военного сотрудничества Минобороны США. Украинская армия получит 17 пусковых установок «Джевелин», 210 ракет к ним, тренировочные комплексы на сумму 47 миллионов долларов. Противотанковое вооружение поступит украинской армии как военная помощь США. Обучать украинских военных будут американские специалисты. Украинская сторона подобрала определенное количество инструкторов, которые сейчас отбираются, находятся на Явровском полигоне. Потом они будут переведены, выведены за границу для обучения на этих комплексах. Люди, которые будут подготовлены, приедут в Украину и в одном из учебных центров они будут уже готовить украинских операторов. Соединенные Штаты перешли от декларативной поддержки Украины к практической. Так, будущую поставку комплексов «Джевелин» прокомментировали в профильном комитете Верховной Рады. Если калькулировать количество установок, то оно, конечно, несущественно. Но оно является демонстрацией того, что США на практике перешли к началу поставок летального оружия Украине. И это количество теперь может быть увеличено в десятки и сотни раз в случае ухудшения ситуации на фронте. Или намерение России бряцать оружием, как они вчера пытались сделать в ходе выступления Путина. Переносной противотанковый ракетный комплекс «Джевелин» – первый серийный комплекс третьего поколения. Предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также вертолетов и беспилотников на низкой высоте и скорости. В нем реализован принцип «выстрелил – забыл», объясняет военэксперт Олег Стариков. Оператор наводит, берет его в боевую машину пехоты или БТР или танк, настраивает его, потом выстрелил и сразу ушел, откуда он произвел выстрел. После этого сам снаряд выбирает траекторию и с верхней полусферы наносит удар, поражает. С верхней полусферы – это имеется в башню, именно то место, где меньше всего защищенная данная машина. Максимальная дальность поражения – 4750 метров. Армия США его использовала в ходе боевых действий в Ираке. «Джевелин» есть на вооружении также в Эстонии и Литве. Эксперты говорят, если агрессор попытается начать широкомасштабное наступление на территорию Украины, то в зоне прорыва будут уничтожены 210 БМП, БТРов или танков. Александр Панченко, Игорь Каркадым, Александр Бугай, ЮЭТВ. И газовый шантаж России не удался. После решения стокгольмского арбитража о выплате «Газпромом» компенсации нафтогазу, российский монополист заявил о расторжении транзитных контрактов с Украиной. Позже, после реакции Евросоюза, в «Газпроме» дали задний ход и заявили о продолжении транзита газа через Украину. Пока не будут улажены все юридические формальности. Тем временем давление российского газа на входе в газотранспортную систему Украины остается критическим. Об антикризисном энергетическом плане Украины в сюжете Ольги Михайлюк. Энергетическая ситуация в Украине под контролем, заверил президент Петр Порошенко на совещании по энергобезопасности. Действия «Газпрома» в ответ на решение стокгольмского арбитража не нанесут ущерба. Украина спокойно пройдет кризисный период. Ни экономике, ни социальной сфере ничего не угрожает, сказал президент. В случае расторжения «Газпромом» контрактов «Нафтогаз» обратится в арбитражный суд. Контрактами между «Нафтогазом» и «Газпромом» не предусмотрено право их расторжения в одностороннем порядке и подобные заявления «Газпрома» могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства. Я уверен в том, что если это произойдет, «Нафтогаз» обратится в арбитраж. За дополнительной компенсацией убытков, которые сейчас наносятся безответственными действиями «Газпрома». Со 2 по 6 марта в Украине будет действовать режим ограничения из-за необходимости экономить газ, решили в Кабмине. Ведь «Газпром» снизил давление газа в ГТС на 20%. Не допустить очередной газовой провокации Кремля и на несколько дней уменьшить температуру в домах на 1 градус призвали украинцы в «Нафтогазе». Президент Украины поручил обеспечить бесперебойность транзита, чтобы показать европейским партнерам, что Украина остается надежным транзитным партнером. Это поручение было выполнено и транзит в страны Европы обеспечен. Были ограничены объемы потребления для некоторых категорий. К тому же много сознательных украинцев отозвались. Минэнерго перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов. В министерстве также рекомендовали пересмотреть план работы промышленных предприятий для экономии газовых ресурсов. План действий с сегодняшнего дня предусматривает первое – перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Это даст нам возможность экономить порядка 15-20 миллионов кубов газа в сутки. Второе – мы рекомендовали полностью остановить работу в дошкольных заведениях, школах и высших учебных заведениях. Сроком до 6 марта включительно. При этом пересмотреть, чтобы температурный режим в этих учебных заведениях был в границах минимально допустимых норм. Украину как надежного транзитного газового партнера поддержали страны Евросоюза. Замклавы Еврокомиссии Мара Шевчевич заявил о готовности Еврокомиссии возглавить трехсторонние переговоры по газовому вопросу. В документе отмечается – ситуация ставит под угрозу не только поставки газа в Украину, но и его транзит в Европу. Нафтогаз Украины заключил контракт на поставку газа в объеме 60 миллионов кубометров в сутки с польской компанией PG&G. Тем временем «Газпром» дает задний ход. На сайте российского газового монополиста появляется сообщение, в ближайшее время в компании не будут прекращать транзит газа через Украину. Мол, для расторжения контракта требуется время для урегулирования юридических сложностей. 28 февраля стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить компенсацию НАК «Нефтегаз» за непоставленный объем газа для транзита. Цена вопроса – 2,5 миллиарда долларов. Ольга Михалюк, Марина Руденко, Евгений Савицкий, Юэй ТВ. Такими были главные новости пятницы. Всю информацию можно найти на страницах канала в соцсетях, а также на нашем официальном сайте – Юэй ТВ, Юэй. Продолжаем отслеживать происходящее в Украине и мире. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин